Вот я пришел осенью 1964 года в Дом культуры гуманитарных факультетов. Теперь в этом помещении находится церковь Святой Татьяны, как, впрочем, это было и до того, как это помещение стало, Дом культуры. И меня спросили, можешь что-нибудь исполнить? И я наглый, самоуверенный. Я сказал, кто-нибудь саккомпанировать может вообще? Он говорит, а что вы хотите спеть? А тогда очень модной была песня «И опять во дворе». И я в каком-то эстрадном сборнике прочел куплеты, написанные на эту песню. Вот то, что сегодня уже исполнялось, то есть на этом принципе. А на петь сейчас чуть-чуть можете, хоть один? Ну, я попытаюсь, только давайте тональность установим, и это можно здесь. А вот и вы можете и туда выйти. Нет, давайте здесь, я как-то так. Ну, давайте. Давайте посмотрим. Там, там просто припеп... Чуть ниже. Геннадий Ильич, придется туда, потому что там вас красиво покажут. Хорошо. Давайте. Все слова не помню. Специальные для Эдуарда Николаевича. Но красиво очень. Песни у нас словно моды меняются, И на эстраде с недавней поры В песнях эстрадных вовсю воспеваются Милые нашему сердцу дворы. И опять во дворе Слышен новый мотив. На него я спою вам куплеты свои. В дом управления жильцы совещаются Вновь на повестке вопрос красоты. Вновь новоселы дают обещания. Будут у нас на балконах цветы. И опять во дворе У культурных жильцов На балконах Трусы всевозможных цветов. Два инженера С завода военного Плавленный взяв на закуску сырок Время не тратя С привычной сноровкой Быстро в укромный Зашли уголок И опять во дворе Управдом ловит их И опять Им приходится пить на троих Ну и так далее. Когда я закончил петь Они на меня посмотрели И задали один вопрос Ты это серьезно? Ну вообще Спасибо. Спасибо.